Дышится свободно, дышится легко. Такие слова у нас отождествляются сильным и здоровым человеком. Вдыхая и выдыхая за день много тысяч раз, мы даже не задумываемся, как происходят эти процессы. Но стоит человеку заболеть ОРВИ, бронхитом, а тем более пневмонией, как тяжелы становятся процессы вдоха и выдоха. И как хочется побыстрее выздороветь. В эфире очередной выпуск телепроекта «Здоровые чуваши». И сегодня мы поговорим, как профилактировать и своевременно лечить болезни органов дыхания. А начнем с самого актуального. Знает ли население нашей республики, что курение является одним из основных факторов риска болезней органов дыхания? Что может привести к заболеванию органов дыхания? Вирусы. В первую очередь курение. Это простудное заболевание. Курение. Наверное, вирусы. Курение во всех болезнях – самая первая причина. Меня по телеку покажут, да? Спасибо вам большое. В ноябре имеется несколько дат медицинского календаря, имеющих отношение к здоровью органов дыхания. 12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией. 15-го – Всемирный день борьбы с хронической и обструктивной болезнью легких. 16 ноября – Всемирный день отказа от курения. Пневмония и хобл – это два наиболее значимых заболевания, определяющих смертность от болезни органов дыхания во всем мире. Одной из главных причин развития хронической и обструктивной болезни легких является курение. Курение – социальная проблема. Его распространение достигло чрезвычайных масштабов. По данным представленных Всемирной организацией здравоохранения, в мире выкуривается более 15 миллиардов сигарет на душу населения. Россия занимает 33-е место в рейтинге стран по количеству курящих среди взрослого населения. От последствий курения в России ежегодно умирает более 300 тысяч человек. Среди основных этапов по борьбе с курением в России можно выделить следующее. Присоединение России к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака 16 апреля 2008 года. Принятие закона о запрете курения в стране. В рамках данного приказа в республике реализуются следующие меры. Запрещается курение табака на отдельных территориях, помещениях и на объектах. Ценовые и налоговые меры направлены на сокращение спроса на табачное изделие. Регулирование состава табачных изделий и раскрытие состава сигарет, установление требований к упаковке и маркировке табачных изделий. Просвещение населения и информирование его о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма. Запрет рекламы и стимулирование продаж табака, спонсорство табака. Оказание медицинской помощи, направленное на прекращение потребления табака, лечение табачной зависимости и последствия потребления табака. Предотвращение незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями. Ограничение торговли табачной продукцией. Установление запрета продажи табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними. Запрет потребления табака несовершеннолетним. Запрет вовлечения детей в процесс потребления табака. Дополнительно к федеральному закону у нас запрещено курить на остановках общественного транспорта, в подземных переходах. У нас запрещено курить около подъезда в жилых домах на расстоянии 15 метров. У нас запрещено курить при спортивных мероприятиях, о тех каких-то местах массового скопления в парках и скверах. То есть вот это пять территорий, дополнительно территорию Чувашской республики, принят указ, где запрещено курить. В центрах здоровья каждый человек может пройти обследование организма, получить консультацию врача по выявленным отклонениям в состоянии здоровья. Специалисты центра выявляют факторы риска развития различных заболеваний. Для оказания медицинской помощи курящим пациентам проводится обследование на спирометре и смекелайзере. Это тоже помогает человеку отказаться от курения. Кроме того, специалисты показывают человека, какой процент в выдыхаемом воздухе составляет угарный газ и насколько он превышает норму. Если это содержание превышено, то загорается красная лампочка. И у врача есть дополнительный аргумент, чтобы убедить курильщика отказаться от этой привычки. Молодой человек после прохождения обследования решил, что ему надо отказаться от курения. Не столько бы, конечно, страшно, более неприятно, наверное, осознавать, что вроде бы так, хоп, здоров, здоров, а тут бах, и легкие старше себя на 10 лет. Многие задумываются об отказе от курения после получения страшного диагноза, инфаркта или болезни легких. И в стационаре доктора объясняют, что только бросив вредную привычку, есть шанс поправить здоровье, прожить долгую и качественную жизнь. Сегодня в республике делается акцент не только на меры запретительного характера, а именно на меры просвещения, информирования нашего населения. Потому что никогда насильно мил не будешь, а нужно сформировать у человека такую установку, чтобы он для себя четко осознал ту точку отсчета, с которой может не быть возврата. И вот здесь сегодня и Центры здоровья, и психологи медицинно-наркологической службы, и педиатры, и семейные врачи делают акцент на проведении информирования населения о вредном воздействии табака. Специалисты отмечают, что степень зависимости у каждого разная. Кому-то достаточно одной консультации врача, кому-то нужна специализированная помощь наркологов и психологов. Если человек стесняется обратиться, может быть, к врачу и не готов пока это сделать, то есть он может позвонить по телефону. У нас есть федеральные телефоны, которые абсолютно бесплатные. То есть этот телефон круглосуточный, 8 800 200 200. То есть человек звонит, и ему оказывается психологическая помощь. Это федеральный телефон горячей линии. Есть СМС-помощники, которые тоже помогают бросить курить. То есть на номер 5253 отправляется слово «не курю». Говорится дата, когда он хочет бросить курить. Ему приходят специальные такие СМС-ки, которые помогают справиться с так называемой вредной привычкой с курением. Ну и, конечно же, в рамках нашей республики у нас тоже на базе наркологического диспансера работает телефон горячей линии. То есть уже доктора его смогут направить, проконсультировать и сделать тот шаг, который поможет ему отказаться и улучшить свое здоровье. Говоря о болезнях органов дыхания, нельзя не вспомнить о таком грозном инфекционном заболевании, как пневмония, которая входит в список наиболее распространенных причин смертности от болезней во всем мире. И сегодня поговорить о пневмонии, а также о других болезнях органов дыхания нас пригласил главный пульмонолог Минздрава Чуваши Петр Иванович Павлов. Здравствуйте, Петр Иванович. Здравствуйте, Лариса Владимировна. 12 ноября медицинская общественность отмечает Всемирный день борьбы с пневмонией. В этот день мы должны подробно объяснить нашему населению, что такое это заболевание, почему оно возникает и каким образом предупредить его возникновение. Я знаю, что до появления антибиотиков летальность от этого заболевания, смертность была в 100% случаев. Петр Иванович, расскажите, пожалуйста, что же такое пневмония и почему она возникает? К сожалению, сейчас пневмония остается грозным и серьезным заболеванием. Несмотря на появление антибиотиков, смертность, в частности у детей до 5 лет, остается ведущей. И в среднем по России от этого заболевания умирает около 40 тысяч человек в год. Это острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусами, бактериями и грибами. Идет поражение как альвеол, так и структуры самого легкого и бронхов. При развитии осложнений развивается поражение всех органов и систем организма. Многие люди знают о том, что пневмония может явиться осложнением гриппа и ОРВИ. У меня такой вопрос. Каким образом человеку распознать, что остро-респираторная вирусная инфекция вдруг у него осложняется развитием пневмонии? Какие симптомы появления пневмонии? Заподозрить развитие этого заболевания мы можем на основании следующих признаков. Это появление колющих болей в боку, особенно если они связаны с глубоким дыханием и кашлем. То есть так называемое колотье в боку, старое русское выражение. Появление одышки из-за нарушения транспорта и проведения кислорода. Отхождение гнойной мокроты или увеличение ее объема, особенно кровохаркание. А также общее недомогание и ухудшение самочувствия организма, отсутствие аппетита. Все эти признаки должны быть незамедлительным поводом обращения к врачу. Так как оттягивание диагностики и лечения от заболевания резко ухудшает прогноз. Петр Иванович, бытует мнение, что пневмония развивается только у ослабленных пациентов. На самом деле ведь это не так. Расскажите, пожалуйста, какие группы риска развития пневмонии на сегодняшний день существуют? Пневмония может заболеть каждый человек, независимо от возраста. Но все-таки существуют, да, вы правильно сказали, особые группы риска, где это заболевание развивается чаще. Конечно, это лица, страдающие хроническими заболеваниями. Это, в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания дыхательной системы, болезни печени и почек, также нарушение иммунитета и туберкулез. В них это заболевание развивается быстрее. По возрастам это заболевание чаще встречается у детей до 5 лет, а также у пожилых. По профессиям подвержены этому заболеванию те, кто работает в частом контакте с пылью и с дымом, работающие в душном помещении или постоянно на открытом воздухе с частыми переохлаждениями, в сырых и заплесневелых помещениях. Также это заболевание чаще развивается при дефиците или недостатке массы тела у беременных. Петр Иванович, наверное, Вы согласитесь со мной, что для постановки диагноза пневмонии врачу-пульмонологу, терапевту нужны вспомогательные методы исследования и, в первую очередь, лучевые методы. Расскажите, пожалуйста, какие современные методики диагностики существуют у нас в Чувашской Республике и, в частности, в Республиканской клинической больнице? Хорошие успехи в диагностике и в лечении этого заболевания связаны с компьютерной томографией, которая стала доступна в последние годы во многих лечебных учреждениях нашей Республики, в том числе и в Республиканской больнице. Это исследование позволяет уточнить характер и объем поражения в легких, вовлечение других сходных структур, наличие осложнений, таких как абсцидирование или появление плеврального выпада и, соответственно, дальнейшего возможного хирургического лечения. Это исследование проводится без специальной подготовки. Пациент помещается в аппарат и исследование проводится в течение 1-2 минут. Дает бесценную информацию для дальнейшего лечения этого пациента. Кроме компьютерной томографии используются эндоскопические методы диагностики лечения для уточнения состояния слизистой дыхательных путей, наличия и характера объема мокроты, возможного наличия инородных тел. Помимо диагностики одновременно врачом-эндоскопистом проводится и санация, то есть удаление секрета, введение лекарственных препаратов, что значительно улучшает время разрешения этого заболевания. Нет ничего лучше, чем профилактировать заболевание. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что же нужно сделать для того, чтобы не заболеть самому и отвести угрозу пневмонии от своих близких. Существуют специфические методы профилактики пневмонии. На первом месте это, конечно, вакцинация. Самый частый возбудитель пневмонии – это пневмокок. В настоящий момент имеется несколько антипневмококовых вакцин, которые позволяют уменьшить вероятность развития этого заболевания. Вакцинации подвергаются, в первую очередь, группой риска. Это пациенты с ХОБЛ и другими серьезными сопутствующими заболеваниями старше 65 лет. Также с 2014 года антипневмококковая вакцина входит в национальный календарь прививок. Ею обязательно вакцинируются все новорожденные, а также призывники перед отправкой на военную службу. Этот метод резко уменьшает количество пневмонии. Также кроме антипневмококковой вакцины существует вакцинация против гемофильной палочки, также другого частого возбудителя пневмонии, особенно у пациентов, страдающих хронической обструктивной болезнью легких. Петр Иванович, в ноябре также отмечается Международный день борьбы с курением. О вреде курения говорится очень много. Но мне хочется переключиться на такое заболевание, которое сейчас встречается достаточно нередко у нашего населения и напрямую связано с проблемами курения. Это хроническая обструктивная болезнь легких или ХОБЛ. Расскажите, пожалуйста, что это такое и много ли таких пациентов в нашей республике? Это хроническое воспалительное заболевание с преимущественным поражением мелких бронхов. В дальнейшем при развитии развивается поражение и структуры самого легкого, поражение сосудов, то есть развивается имфизема. И при прогрессировании, особенно с появлением гипоксимии, развивается поражение других органов и систем. Это сердца, сосудов, мышцы, костей, развивается анемия. И все эти осложнения приводят к ранней инвалидизации и смертности. В Чувашии на учете находится более 18 тысяч пациентов, страдающим этим заболеванием, то есть около 2% всего взрослого населения. Каковы основные симптомы хронической обструктивной болезни легких? Это заболевание развивается постепенно. Сначала человека беспокоит кашель, сначала периодически, который становится потом постоянным. Со временем присоединяется одышка, то есть чувство нехватки воздуха. Одышка – это уже поздний симптом. При ее появлении в легких уже сформировалось множество необратимых изменений. Поэтому важно при появлении первых признаков, то есть длительной каши или каких-то затруднений дыхания, как можно ранее обратиться к врачу. Так как только ранее диагностика и лечение во многом поможет предотвратить прогрессирование этого заболевания. Петр Иванович, в медицине очень много красивых, но непонятных для наших жителей слов. И вот в пульмонологии есть такой термин – ненебулайзер. Что это такое? Для чего используется этот прибор? С помощью ненебулайзера доставляется несколько групп лекарственных препаратов в дыхательные пути. На первом месте – это бронхолитики, на втором – это гормоны, на третьем месте – муколитики, а также антибактериальные препараты. Этот метод очень широко используется для терапии Хоббл, потому что он эффективный и одновременно с этим безопасный, потому что пациенты с Хоббл, как правило, это лица пожилые, имеющие несколько сопутствующих заболеваний. И очень важно своим лечением не навредить этому пациенту. И в завершении нашей беседы давайте мы коснемся основного – это профилактики заболеваний органов дыхания. На первом месте – это прекращение воздействия причинного фактора, то есть курения. Также эффективна вакцинация. Для всех групп пациентов, и особенно для групп риска, это обязательно здоровый образ жизни, частые прогулки на свежем воздухе, регулярная физическая активность. В комплексе все эти мероприятия позволяют эффективнее предотвращать само заболевание и скорость его прогрессирования намного больше, чем все лекарственные препараты для лечения этих заболеваний. Для тех, кто уже страдает этими заболеваниями, необходимо регулярное флюорографическое исследование, наблюдение у врача-терапевта, прохождение диспансеризации. О существовании туберкулеза люди знают давно. Еще древнегреческий философ и медик Гиппократ описал классическую картину легочного туберкулеза. Но до сих пор миллионы людей во всем мире погибают от этой грозной инфекции. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году туберкулезом заболели около 10 миллионов человек в мире. Умерли от этого заболевания около 2 миллионов. Этой важнейшей медицинской теме была посвящена глобальная конференция Всемирной организации здравоохранения, которая состоялась 16 и 17 ноября этого года в Москве. Представители из 194 стран обсуждали вопрос, как остановить распространение этого заболевания. На открытии конференции Владимир Путин обратил внимание на то, что сегодня туберкулезом инфицировано около третье население планеты. Эта болезнь уносит больше жизни, чем любая другая инфекция. От нее не застрахован никто, в том числе жители благополучных государств с высокими стандартами жизни и качественной медициной. Чтобы узнать об этой грозной инфекции подробнее, мы поговорим с главным врачом противотуберкулезного диспансера Жанной Еленкиной. Здравствуйте, Жанна Валерьевна. Здравствуйте, Лариса Владимировна. Жанна Валерьевна, мы хотим знать о туберкулезе как можно больше. Что это такое, как он развивается и кто является источником заражения? Туберкулез – инфекционное заболевание, которое вызывается в микобактерии туберкулеза или по-другому ее называют палочкой Коха. Особенности этой палочки – высокая устойчивость во внешней среде, но нужно знать, что при кипячении она погибает через 30-60 минут, а солнечные лучи убивают ее за несколько минут. Источником инфекции является больной человек или животное. Но хотелось бы отметить, что за последние 20 лет в республике не зарегистрировано случай заболевания сельскохозяйственных животных туберкулезом. Основной способ передачи – воздушно-капельный, пылевой и очень редко пищевой. Какие симптомы позволяют заподозрить, что у пациента развивается туберкулез? Симптомов, к сожалению, характерных именно для туберкулеза нет. Но есть симптомы, которые позволяют заподозрить это заболевание и являются поводом для своевременного обращения к врачу. То есть если у пациента вдруг возникла немотивированная слабость, потливость, особенно по ночам, снижение массы тела, утомляемость, кашель, который длится в течение более чем 3 недели, кровохарканье, боли в грудной клетке. Нужно сразу обратиться к врачу, потому что при появлении таких симптомов это может быть не вирусная инфекция, не пневмония, а это может быть начало такого грудного заболевания, как туберкулез. Жанна Валерьевна, если все-таки человек заболел туберкулезом, какие у него шансы на выздоровление? И какая система борьбы с туберкулезом имеется у нас в Чувашской республике? Безусловно, есть шанс на выздоровление. У нас в республике создана трехуровневая система оказания противотуберкулезной помощи. На первом этапе оказания этой помощи пациент обращается к врачу-фтизиатру по месту жительства. Второй уровень оказания медицинской помощи – это специализированные учреждения, наш республиканский противотуберкулезный диспансер. И третий этап оказания медицинской помощи – это в условиях научно-исследовательских институтов городов Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. Насколько опасен больной с туберкулезом для окружающих? И что делать, если в семье появился такой пациент? Пациент является источником инфекции только до того момента, пока не начато лечение. Как только пациент госпитализирован и принимает противотуберкулезные препараты, опасность для окружающих сводится к нулю. Если в семье появился больной туберкулезом, не стоит отчаиваться, нужно прийти к участковому врачу, который организует наблюдение за всеми членами семьи, и дважды в год необходимо проходить профилактическое обследование на это заболевание до того момента, пока не наступит выздоровление у пациента. Население волнует. А не вредит ли здоровью ежегодное проведение флюорографического обследования и иммунологических тестов? Ни в коем случае эти тесты являются безопасными. Не нужно путать с вакцинацией. Это именно диагностический тест, когда в кожу вводятся малые дозы аллергена, то есть это обломки микобактерий и туберкулеза. И в случае, если организм инфицирован микробами, организм отвечает это проявлением на коже в виде папулки, которую измеряют медицинские работники. То, что касается флюорографического обследования, сейчас у нас в республике стоят малодозовое оборудование. Лучевая нагрузка на организм в 50 раз меньше по сравнению со старой техникой, с пленочными флюорографами. И поэтому даже профилактическое обследование два раза в год, которое проходят медицинские работники, работающие в нашем учреждении, абсолютно безвредно для организма. А кому нужно обращаться, если у пациента появляются симптомы, характерные для туберкулеза? В первую очередь пациент должен прийти к своему участковому врачу, который определится с теми методами обследования, которые ему необходимы на данном этапе. И в случае подозрения или необходимости участковый врач уже направляет на консультацию к фтизиатру по месту жительства, если пациент проживает в районе, или же к нам в противотуберкулезный диспансер для проведения дальнейших дифференциально-диагностических мероприятий и каких-то других методов исследования. Жанна Валерьевна, спасибо огромное за интересную беседу. Хорошего дня вам. Спасибо. Так хочется быть всегда здоровым, поэтому обидно, просыпаясь утром, испытывать боль в горле, заложенность носа и слабость. Особенно неприятно, когда это происходит с твоим собственным ребенком. И так хочется уберечь маленького человечка от грозных болезней ОРВИ и гриппа. Наиболее надежным способом является вакцинация. И сегодня мы в городской детской больнице номер один, где открыт центр семейной вакцинации. Он работает второй год. Основная цель – совершенствование организации иммунопрофилактики детей и взрослых. Созданию центра послужил рост инфекционных заболеваний, особенно в крупных городах России, и рост необоснованных отводов, отказов от профпрививок. Ежегодно в стране болеют порядка 40 миллионов человек. И основную задачу врачи-иммунологи видят снижение заболеваемости с помощью вакцинации. К нам обращаются уже не первый год. Наш центр называется центр семейной вакцинации. И многие к нам приходят целыми семьями и возвращаются тоже не первый год. То есть мы предлагаем привить как детей здоровых по календарю, часто болеющих. Кстати, часто болеющих детей мы прививаем дополнительно еще к национальному календарю. Например, это может быть грипп и вакцина против пневмококковой инфекции. Это может быть вакцинация против гриппа и вакцина против гемофильной инфекции. То есть мы комбинируем. Для того, чтобы они не только реже болели ОРВИ, но у них было меньшей такой осложненной заболеваемости. Вакцина от гриппа входит в национальный календарь прививок. Детей прививают с 6 месяцев. Чтобы повысить иммунитет, врачи проводят вакцинацию от менингококковой инфекции, петреной оспы, ротовирусной инфекции клещевого энцефалита, гепатита А, брюшного тифа, вируса папиллома человека. Вакцинация против гриппа признана, доказана, что она самая эффективная и безопасная мера для профилактики частой инфекционной заболеваемости. И это подтверждается нашим опытом всемирным. И мы вот этому мероприятию, вакцинацию против гриппа, уделяем очень большое значение. Он не заболеет гриппом. Многие нам жалуют, что мы сделали прививку, в тот же месяц заболели. Но это заболевание может быть связано с другим респираторным вирусом. У некоторых бывает совпадение. Иногда бывает так, что мы делаем прививочку, не видя, что ребенок пока болеет. Клинических симптомов пока нет, но он в продроме, в скрытом периоде. И он может разболеться через день, через два. И многие это связывают с вакцинацией против гриппа. На самом деле от вакцины против гриппа заболеть невозможно. В первую очередь задача врачей – иммунопрофилактика детей в рамках национального календаря. В центр обращаются дети и по направлению от участковых педиатров, и самостоятельно с нарушенным графиком вакцинации с хроническими заболеваниями. Для семей, которые сомневаются, нужно ли делать прививки, проводят школы по вакцинопрофилактике. Составляют индивидуальный календарь профпрививок, чтобы снизить негативные или аллергические реакции. С вами был телепроект «Здоровая Чувашия». И я – главный терапевт Лариса Тарасова. Сегодня мы говорили о болезнях органов дыхания, как их диагностировать и лечить. Надеюсь, было интересно. Мы встретимся с вами ровно через месяц и будем рассказывать о развитии высокотехнологичной медицинской помощи в нашей республике. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова